И переходим к следующей теме. Ужесточить репрессии в России призвал Кремль идеолог так называемого русского мира Александр Дугин. Правозащитники уверены, если динамика преследований Федерации сохранится, то за 2023 год в стране будет возбуждено больше уголовных дел по статье о госизмене, чем за последние 20 лет. Журналисты интернета журнала «Холод» подсчитали, масштабы преследований неугодных в путинской России сравнимы со сталинскими. Что Москва считает государственной изменой и за кем охотится ФСБ, расскажет Лариса Зубенко. Ежедневно в Российской Федерации возбуждают по одному уголовному делу по статье о госизмене. Правоохранительная система страны и до 2022 года была карательной и репрессивной. А после начала полномасштабного вторжения России в Украину закручивать гайки стали с особым ревением. Расследованием дела о государственной измене занимаются следственные органы ФСБ России. Поэтому в данном случае увеличение количества дел – это улучшение их статистики раскрываемости, это дополнительные награды, повышение по службе, выделение бюджетов. И в конечном счете именно органы ФСБ определяют, за какие именно действия привлекать в качестве государственной измены. Поводом для задержания так называемых изменников родины часто становится якобы передача секретных данных другому государству и обвинение в финансировании вооруженных сил Украины. А жертвами репрессивной машины становятся военнослужащие – ученые, преимущественно физики, которые занимаются изучением аэрогидродинамики. Чтобы улучшить показатели, следственный комитет ФСБ нередко отправляет под суд россиян, которых обвиняют в приготовлении или в попытке перехода на сторону противника. И часто спецслужбы сами устраивают провокации. Таких дел мы насчитали за последний год с момента приравнивания переходной стороны противника к госизмене. Мы насчитали 31 или 32, если я правильно помню, то ли 31, то ли 32 таких дела. Из них 20 – о приготовлении и, соответственно, 10 или 11, вернее, 11 или 12 – о покушении. У Легиона Свобода России есть несколько интерфейсов взаимодействия со сторонниками. Это электронная почта и это бот в Телеграме. Но ничто не мешает мне, там, я не знаю, вам зарегистрировать бот в Телеграме, поставить туда белый лазуревый белый флаг, назвать его бот Легиона Свобода России и распространять эту ссылку где-нибудь. Но на обратной стороне, ну то есть со стороны администрации этого бота, будет сидеть не вербовщик Легиона Свобода России, а сотрудник, например, российских спецслужб. В этом случае российский гражданин, который хотел присоединиться к Легиону Свобода России, получает от сотрудников ФСБ геолокацию, где якобы можно безопасно перейти границу. А там его берут под арест. Дальше месяцы под стражей и закрытый судебный процесс. По данным правоохранителей, подозреваемые в госизмене часто подвергаются пыткам, а защитить их крайне сложно. Доступ адвокатов, в принципе, есть. Все осложняется тем, что дела о государственной измене, они засекречиваются, поскольку в них содержится государственная тайна. Соответственно, адвокат дает подписку о неразглашении. И фактически он связан по рукам и ногам. И даже если в деле есть явные признаки фальсификации, фабрикации уголовного дела, у адвокатов существуют только узкие процессуальные возможности для того, чтобы обжаловать. В публичное пространство он эту информацию вынести не может. Если дело ведут в Москве, а задержанный находится, к примеру, в следственном изоляторе Лефортова, оказать ему юридическую помощь практически невозможно, говорят правозащитники. Последний оправдательный приговор по делам о госизмене был провозглашен за пару дней до того, как Владимир Путин стал президентом России, в самом-самом конце декабря 1999 года. С тех пор ни одного оправдательного приговора провозглашено не было. Были только обвинительные. Бывали прекращения дел. Могли прекратить дело, например, в суде, могли раньше. Но оправдательных приговоров не было. Были случаи помилования или сокращение срока Верховным судом до такой степени, что человек просто выходил из заточения сразу же после решения суда. После начала войны ничего подобного не было вообще. Даже не пахнет. С 1 января по 31 июля 2023 года в Российской Федерации возбудили не менее 82 уголовных дел по статье о госизмене, шпионаже и сотрудничестве на конфиденциальной основе. Из них меньше двух десятков в Москве, более 50 в регионах и ещё 11 на временно оккупированных Россией территориях Украины. Как утверждают расследователи, реальное количество дела о государственной измене может быть больше. Ведь ФСБ сообщает не обо всех.